В неочередное заседание проводит Совет депутатов городского поселения Щелково. Причиной стал диссонанс в работе муниципального парламента, сложившийся в результате нескольких событий этой осени. 21 сентября было принято положение о ежегодном отчете главы городского поселения Щелково. По словам депутатов, срок для предоставления отчета в документе был установлен не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. Однако в итоге в положении закралась ошибка. Когда Совет голосовал, была формулировка, что отчет должен пройти не позднее первого квартала года следующего за отчетным. Когда мы увидели решение и данное положение на сайте депутатов городского поселения Щелково, формулировка была не позднее второго квартала года следующего за отчетным. Мы проголосовали, есть и в виде записи, я в виде записи за определение срока отчета, предоставления отчета не позднее первого квартала. После подготовки этого документа к опубликованию и обнародной волшебным образом цифра 1 променялась на цифру 2. Было сказано, что это техническая ошибка. Дальше большее. В октябре депутаты приняли решение, утверждающее, что также глава города должен отчитаться за период 2015 года. С 27 мая даты своего избрания и до 31 декабря. И сильно удивились, когда на прошлом заседании получили решение суда по иску главы поселения против Совета депутатов, отменяющее решение, принятое в октябре. От имени Совета депутатов в судебном заседании принимала участие заместитель председателя Совета депутатов Елена Федоровна Мокринская. При этом ни Шалыгин, ни Мокринская не сочли необходимым уведомить Совет депутатов об этом суде. Совет узнал об этом в постфактум, уже после того, как решение суда было принято. И узнали это на одном из заседаний Совета, на последнем заседании Совета. Перед началом Александр Анатольевич Шалыгин зачитал это решение суда. Для нас оно было шоком, потому что мы не знали о том, что наше решение было оспорено в суде. В итоге для подачи апелляции у Совета осталось всего несколько дней. На заседание комиссии по местному самоуправлению было решено вынести этот вопрос, а также внесение изменений в сентябрьское решение на повестку внеочередного заседания. Однако собрать Совет оказалось не так-то просто. Трижды Елена Федоровна нам отказывала в назначении внеочередного заседания Совета, руководствуясь статьей 20 регламента Совета депутатов. Но Совет, как коллективный орган, решил, что правда на нашей стороне. И статья 20 регламента позволяет нам собирать внеочередные заседания Совета по требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети. И она была обязана это сделать. Но, к сожалению, она сегодня не смогла присутствовать по каким-то причинам. В итоге, кворум был набран и заседание состоялось. В решении, принятое в сентябре, депутаты внесли изменения. Однако в этот раз вместо обтекаемой формулировки квартал указали весьма строгий срок. Ежегодный отчет главы должен быть заслужен Советом депутатов не позднее первого месяца года, а следующего за отчетным. Утвердил муниципальный парламент и подачу апелляции в Московский областной суд, чтобы отстоять возможность получить отчет главы за 2015 год. Подвели итоги решением выразить недоверие главе городского поселения Щелково Александру Шалыгину и заместителю председателя Совета депутатов Елене Мокринской. Им в соответствии с решением также будет предложено досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию.